Добрый день, друзья! Это программа «Питстоп» и сегодня вы видите, что у нас необычный интерьер, потому что мы находимся в преддверии Нового года, новогодних праздников, рождественских праздников. И я хочу представить вам наших участников. Это Владик, Оксана, Олеся и я, Сергей. И вы видите, что они уже все одели шапки. Я тоже хочу одеть эту шапочку, чтобы погрузиться в эту атмосферу в преддверии Нового года. Вот. И начнем мы с этого. Не очень, да? Нормально. Нормально, да? Вперед. Отлично. Ну ладно. Да. Скажите, как вообще вы празднуете Новый год? И мне интересно. Дома, с семьей. Обычно говорят, Новый год семейный праздник. Ты постоянно с семьей празднуешь, да? Нет. Официально, да. Ну, официально, да. Ну, официально, да. Ну, смотря, кого считают своей семьей. Вот прошлый Новый год я встретила с своим братом, с его женой. Я считаю это своей семьей так же, как и родители. Не обязательно же должны быть родители. Вот. А еще кто как? Я обычно, ну вот, в последнее время я обычно устраиваю вечеринку, как минимум, там, 120-140 человек. Как минимум? Как минимум, такой. Да, ладно. Вот. Такой обыденный день. Ну да. Вот. И мы отмечаем Новый год, там, ну, есть развлекательная программа, различные там. И ты ее организуешь? Да. Ну, со своей командой. То есть у тебя все вмещаются в одно место, да? В одно место 120-140 человек. Интересно. Интересно. А на меня хватит места там, да? Хватит. Приглашаю. В этом году я приглашаю. В этот Новый год мы все едим к Олесе. Все. Понятно. Да. 124 человека. Да, я вас буду ждать. Давайте. Ясно. Ну, я вот не знаю, я привык не всегда с семьей праздновать, потому что последние пять лет я уже... Семья далеко от меня. В конце Нового года. Вот. Поэтому я опаздываю с друзьями, со знакомыми, с людьми, которые мне дорогие, с которыми мне интересно. Конечно, не 120 человек, но человек, ну, 20 бывает, 15. Ну, если захотите, будет 120. Ну, круг друзей какой-то, да, близкий? Вот. А что там делаете? Ну, вот, понятно, что это стол, это, да, как обычно. Вот стол, Новый год, это, это понятно, это должен быть богатым, красивым. Или у вас не так? Конечно так. Или пицца, сок и все. Ну, нет, нет, конечно так. Мы все готовимся за день, начинаем там, за неделю, как всегда, там все-все покупают, потом начинают все-все готовить. И вот выходит огромный такой стол. Ну, смотри, сколько народа. Огромный вкусный стол, еще этого стола хватает потом на неделю после Нового года. Оксана, зовете Деда Мороза, мне интересно. Деда Мороза? Да. Ну, вот. Давай начнем с того, ты веришь в него? Честно скажи. Честно. Честно скажи, что да. Не хочу, не теряйте типы наших зрителей. Да, нас, наверное, смотрят маленькие дети, но я не верю. Вот. Я знала всегда, что Деда Мороза у меня был мой папа. Вот. И я верила в папу. Я верю, мой папа существует. До 10 лет я писала письма Деда Мороза, а после, начиная где-то с 12, я писала ему смс, в смысле папе, да? Такие подарки. Папа, передай Деду Морозу. Влад, как ты встречаешь Новый год? Мы забыли Влад спросить. Я встречаю Новый год каждый раз по-разному. Примерно где-то до, не знаю, 2007 года все было стабильно, я ездил в другой город, мы там друзья, в смысле семьи, встречались и праздновали Новый год. А вот начиная где-то с 2007, все изменилось каждый раз по-разному, и даже мы вообще не готовились никак. И, наверное, тратишь кучу денег на эти праздники. Несколько, я же говорю, даже бывает так, что вообще толком, толком не подготавливали, прям оп, в 31-е вспомнили Новый год, начались проблемы. Ясно, забавно. Без закупок каких-то там просто эмоций. Кстати, вы знаете, почему Новый год отмечается именно вот с 31-го декабря на 1-е января? Ну-ка, расскажи. Вот, на самом деле, первый Новый год был отмечен в Месопотамии аж в третьем тысячелетии до нашей эры, то есть очень давно до нашей эры это было. И вот именно 1-е января ввел Юлий Цезарь в 46-м году до нашей эры. Он ввел, что именно в 1-е января Новый год начинается. Да, что вот именно с 1-го января, и теперь вот мы по сей день отмечаем Новый год, и у нас первый день года 1-го января. Интересно. Ну, я просто знаю, что другие страны по-другому празднуют. Есть некоторые, например, у евреев один Новый год начинается в другую дату. Какой? Вот. Я об этом пополюсь расскажу. Вот, но есть у нас вот эти шапки, все узнают, что это шапки Деда Мороза, да? Ну, у Олеси, конечно, не гурочка, она у нас отдельная личность. Про нее вообще ничего не знаю. Вот. Про Деда Мороза вообще, скажите, как вы к нему относитесь? К этому молодому человеку. Я в него не верю. Ты не веришь. Ну, нет, ну, не веришь, веришь это понятно, мы давно уже решили. Ну, считаю, ну, как бы вообще, как я к этому отношусь, я считаю, что это обман, который, которому учат детей, ну, с самого детства. То есть, а потом сначала говорят ребенку, что Дед Мороз существует, а потом ему говорят, Дед Мороз нет, либо он от кого-то это узнает, и просто учится тем самым брать. Ну, это мне так кажется, что у него появляется такая, ну, а что, нормально, вот я, родители мне всю жизнь врали. Ничего хорошего в этом нет, что ли? Ничего хорошего. Ну, в том, что будто бы не сами родители даже дарят подарки, а Дед Мороз дарит подарки. Ну, не знаю. Как же это не в том, это чувство вот этих таких, нет? У меня нет такого, что из детства мне кто-то там говорил, что Дед Мороз это какое-то мифическое существо, которое приносит подарки. Для меня это просто был человек, которому я должна рассказать стишок, и который должен подарить мне за это подарок. Как бы для меня не было секретом, что это просто подарок, который родители там, ну, как-то я все время все узнала. У меня было такое. Ну, это хорошо, когда ребенок знает, а когда не знает, а вообще знаете, откуда он появился? Я просто собрала так несколько историй, вот расскажу одну, одна мне просто очень сильно нравится. Был такой мужчина, он был христианином, он был верующим, да, он был добрым, всем помогал. И однажды он пришел под Рождество в один дом, где очень плохо жили. Вообще семья, она голодала практически. И детки, они, ну, им нечего было есть, нечего было одеть, то есть, ну, вот ничего хорошего в этой семье не было. И на следующий день, когда он туда вернулся, он спустил подарки в камин, то есть вот по трубе, он знал, что ее не зажигают, потому что, ну, просто нечем зажечь, да, он туда спустил свои подарки. И тем самым вот эта вот история доброго, да, такого человека, то, что вот он дарит подарки, распространилась. Возможно, там где-то за границей, за нашей, об этом говорят как Санта-Клауса, а здесь говорят как Дед Мороз. Потому что Дед Мороз-то у нас под елку подарки. То есть Дед Мороз у нас из Америки пришел к нас? Ну, видимо, ну, вот одна из историй, она такая. Просто, ну, интересно, просто много слышала вариантов о том, что из русских сказок появился, то есть, знаете, сказку Морозка. Владик, ты знаешь такую сказку? Да, знаю. Вот, как тебе, нравится? Нет, не нравится, не скучно. Это из той серии, где там Мороз рисует. Ну, да. А подожди, я перепутал сказки, да, нравится. А тебе что не нравится, если ты перепутал? Я не буду говорить. Кто-то серьезно не нравится. Ну, вообще, Дед Мороз, это такая личность, с которой он связан праздник Новый год. Я не знаю, чем отличается Новый год от других праздников, это, наверное, вот это вот Дед Морозом с подарками, да. Вот, а по сути, вот в форме празднования, какой сейчас празднуют другие люди, и все мы, вот ничем не отличаются от других праздников. Вот пришли мы на день рождения, ну, накрыли стол, да, там еда, питье и так далее, друзья. Так же на день рождения мы празднуем, Новый год. Так же приходим, только мы почему-то вот кушать должны именно чек-санг 12, чтобы когда, гэй, забили часы, мы все, давай за стол теперь. Мне кажется, просто ночью делать нечего. Ночью делать? Ну, кроме вот стола, его же приготовили, потратили на него кучу денег, и надо же все это съесть, вот поэтому так. Неделю потом еще. Да, потом еще неделю после Нового года это все доедает. И что интересно, что, вот я слышал, что люди тратят очень много где-то в новостях, я ехал в машине, и по новостям слышал по радио, что в этом году люди потратили столько-то, столько-то, столько-то тысяч, я вот не помню четкие даты, на товар, именно на еду, и на алкоголь больше всего, где-то 70% из всех затрат ушло на алкоголь. Там такие суммы были, что, я не знаю, это больше месячной зарплаты человека, россиянина среднего. Ну, вообще, примерно, вот я тут посмотрела, в общем, статистика такая. Олеся, у нас сегодня статистические базы данных, будем послушать. Ну, в ЦИУМ говорит о том, что 7 428 рублей на одного человека приходится. Да, это там продукты питания 2 600, подарки там, 2 593, елки и поездки. Ну, вот я лично видела, что елки стоят, ну, гораздо больше, чем здесь написано. Елки примерно стоят, там, от 5 тысяч, только одна. Если каждый россиянин кует елки, то это уже, ну, почти вся сумма. А вот другая группа аудиторская, Деллойд, взяла результаты. Там один человек тратит 381 евро, это более 15 тысяч рублей просто вот потратить на Новый год. То есть это стол, подарки, все вместе. Вы готовы на это? Вы тратите столько? Нет, мы, наверное, были воспитаны немножко по-другому. Ну, возможно, я тоже столько не трачу. Ну, а ты как, Владик, тратишься на Новый год? Тратишься на Новый год? Да. Рационально всегда поровну с другими людьми. И это, скорее всего, не будут большие... Нет, ну, здесь не сказано, что они не поровну. Это в семье, на одного человека выходило столько. Но они там тратили, допустим, здесь деньги есть, я так понял, которые ушли и на поездки куда-то на Новый год, вот решили съездить куда-нибудь в Европу на Новый год. То есть эти деньги тоже сюда включены, но они разделяются на семью, я так понял, на одного человека. Вот это, конечно, хорошо, куда-то съездить и так далее, это, соответственно, привезти время там с семьей, с друзьями, просто объединение и так далее. А мы с семьей вообще решили подарки не дарить друг другу абсолютно. Вот это... На Новый год им... Парсонально. А зачем? Обмениваться практически... Если перевести в эквивалент подарок, там, 2000 рублей, я подарил 2000 рублей папу, папу 2000 рублей маме, маме... Да, то же самое, то же самое. Все вернулось. Просто провести... Ну, это смысл, да. Ну, вот, а смысл вообще, ну, празднования Нового года? Да, вот у меня просто... Есть просто смысл. Меня просто пугает другое, то, что вот, когда вот Сережа зачитывал, Леся, когда зачитывали, вот, цифры, которые были затрачены конкретно на стол и так далее. Вот, и то, что вот упоминание, неважно, Новый год или это, всегда, то есть будут большие цифры для стола, скажем так. Вот, и сразу вопрос, как бы, очевидный, то есть это для чего все это делается, то есть нам не важно, для чего мы это делаем, то есть мы можем... Мы можем так благополучно, мы все знаем, то, что мы негативные, ну, праздники или какие-то даты люди у нас в России исправляют. Всегда для чего-то. Если вы позвольте, я хочу снять эту шапочку и кое-что прочитать про еврейский праздник, Новый год. Слышали такой? Угу, я слышала, что он называется. Он описан в Библии, он называется Рош-Хашана, и посмотрите, что делают евреи, народ израильский, как они праздновали Новый год. Отмечается этот день спустя 163 дня после Песаха, и он отмечается между 5 сентябрем и 5 октябрем. Ну, в общем, что они делают? Самое главное, это нам интересно, как сегодня мы празднули Новый год и что евреи тогда делали. Они начинают 10-дневный период духовного самоуглубления и покаяния. Последующие 10 дней до судного дня называют днями тшува, это возвращение к Богу. То есть имеется в виду возвращение к Богу в эти 10 дней. Их называют также днями раскаяния или дни трепета. Считается, что в Рош-Хашана решается судьба человека на год вперед. И в последующий праздник, в последующий день после праздника, судный день, евреи приветствуют друг друга по желанию. Да будете вы записаны и подписаны на хороший год в книге жизни. Это прелесть. Вот такой праздник у евреев, Новый год. Вот давайте сравним, как люди празднуют. И вообще, здесь ни слова не сказано о столах, о затратах. А наоборот, кстати, наоборот, здесь написано, что они постятся, не приготавливают себя. Вот вы скажите, Новый год. Ура, пост 10 дней. Владика покажите. Вот, то есть, пост 10 дней. По сравнению с нашим Новым годом, это совсем другое. Как вы думаете, интересно так праздновать вообще или нет? Мы не узнаем, пока не попробуем это. Предлагаешь, Владик, в этом году? Почему бы и нет? Ну, почему в конце года такая самофильтрация? Очень даже неплохо. Если перед самым Новым годом. Отфильтрованным. Да, выйти в Новый год отфильтрованным. Но кое-что здесь было сказано, что похоже на одну фразу, которую мы сегодня говорим. Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Они говорят, желаю тебе, чтобы в следующем году ты была подписана. То есть, как они готовятся сейчас, чтобы весь Новый год так же провести. Вот это единственное, ну, как бы, это единственное, мне показалось, похожим на сегодняшнее праздник. Вы видите, каким глубоким смыслом оно, как бы, сдобрено все, да? Но здесь, как бы, у нас здесь очень похоже тоже. Мол, следующий, да, то есть, 1 января, то есть, барьер такой, опа, перешли, опа, что-то новое поехало. А как оно может быть новым для тебя, если ты его встретил валяющимся где-то? Да. Правда? Как вы предлагаете тогда тем сегодня, кто нас смотрит, да всем людям, всей молодежи, которая до сих пор праздновала так вот, теперь как вы им предлагаете праздновать? Оставить все это или чего-нибудь, может быть, добавить, изменить, я не знаю? Смотря чего они хотят. Если они хотят, вот, в точности, так же Новый год проводить, ой, весь год проводить, как они встретили, ну, тогда пусть как-то встречаются все-таки по-другому и все. Ну, я вот, допустим, не хочу так, как ты сейчас только что прислаляющийся. Я это Владик хочу. Ну, или, да, Владик, вот, я как-то вот больше склоняюсь к тому, как справляли евреи Новый год. Они до сих пор, кстати, так справляют. Они до сих пор, ну, вот я про это не знала, вот, но мне вот эта версия, она больше нравится все-таки в Новый год, перешагнуть тот барьер старого, который, ну, что было, да, шагнуть в новое начало и каким-то измененным, очищенным, и это поможет, может быть, в следующий год как-то провести по-другому. Ну, новая жизнь с понедельника, да, с 1 января начинать новую жизнь. В принципе, мне кажется, что у людей и сегодня это так же подразумевается. И люди желают друг другу в новом году счастья, да, все желают друг другу президент, нас желают по телевизору счастья, здоровья, то есть, чтобы ваши все проблемы в старом году остались старым, и в новом году, чтобы все было хорошо, то есть, просто не задумываемся мы об этом, да, когда празднуем и так далее. Ну, что, последнее пожелание какое-нибудь, кто хочет сказать? С наступающим. Ну, да, с наступающим, счастья, здоровья и так далее, наверное, да? Ну, можно добавить несколько слов? Давай, несколько. Я желаю, чтобы у вас дела не расходились со словами, когда вы желаете друг другу пожелания, чего-то хорошего, чтобы, когда вы пожелали другому человеку что-то прекрасное, вы продемонстрировали это своим действием. Классно. Я считаю, отлично. На этом мы будем заканчивать нашу программу «Пистоп». Спасибо, что вы заехали к нам. С наступающим Новым годом и Рождеством. Пока. 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 Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует.